Я не вижу криптовалюты в качестве угрозы для финансовой стабильности на данный момент, но я думаю, что они рискованные, потому что ничем не обеспечены. При этом я думаю, что люди, которые их покупают, не понимают, что именно они приобрели. Тем не менее, они точно стоят того, чтобы за ними как минимум наблюдать. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Я должен был сделать этот обзор еще вчера по свежим следам, но у меня разыгралась такая мигрень, что я просто не смог. Поэтому я напоминаю, что вообще произошло. 15 декабря ночью по нашему времени прошло выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Миллионы инвесторов по всему миру внимательно слушали его слова, в том числе и я. Он говорил и отвечал на вопросы на протяжении часа, и сегодня я хочу рассказать тебе о самом важном. Первое. Процентные ставки пока что остаются около нуля. Второе. Они ускорят сокращение покупок активов. Теперь каждый месяц эти покупки будут сокращаться не на 15 миллиардов долларов, а на 30. Это значит, что они все равно до сих пор будут печатать около 75 миллиардов долларов. И на самом деле это хорошо. Рынки любят, когда что-то происходит нерезко и четко, согласно ожиданиям. Рынки не любят ни ясность, ни уверенность. Когда они не уверены в том, что будет завтра, акции и криптовалюты начинают падать. Вот почему перед этим выступлением 15 декабря криптовалюта больше месяца падала. Рынки находились в состоянии ожидания решения от ФРС США. Такие же вещи происходили с ними, например, перед выборами президента США. Также царила неуверенность в будущем, и поэтому рынки падали. Нормальное поведение для рынков. Третий момент. ФРС США гарантировала нам, что начнет повышать процентные ставки в 2022. Вот эта диаграмма объясняет нам, как это будет происходить. На первый взгляд ничего не понятно, но сейчас я все разжую дословно. На что нужно обратить свое внимание? Конечно же, на 2022 год и на эту диаграмму вот здесь. Мы видим, что они собираются повышать ставки около трех раз на протяжении 2022, что приведет нас к процентной ставке около 1% в итоге. Также обрати свое внимание, что в 2022 году подобных встреч, как 15 декабря, будет всего 8 штук. На трех из них будут объявлены повышения процентных ставок. Первая такая встреча пройдет 25-26 января, и повысят ли они ставки именно в эти даты? Джером Пауэлл четко заявил, что повышения ставок не будет до тех пор, пока они не завершат сокращение закупок активов на рынках. Программу сокращения не закончат, по его словам, не раньше марта. Кроме этого, Джерома Пауэлла спросили, а будет ли какая-то задержка между завершением этой программы и повышением ставок, или же повышение ставок произойдет незамедлительно после завершения сокращения покупок. И Джером Пауэлл ответил, нет, нам не нужно ждать. Зачем? Из этого мы понимаем, что первый раз процентные ставки будут повышены в марте, конкретнее 15-16 марта 2022 года. Также мы видим, что и в 2023 и 2024 процентные ставки будут несколько раз повышаться. Но вот после 2024 они будут падать. Теперь ФРС США также изменил свои экономические прогнозы. Особенно ясно изменились их взгляды на уровень безработицы и инфляции. Это нам тоже очень интересно и критически важно для рынков. Вот эту таблицу нам необходимо изучить и понять. Во-первых, Джером Пауэлл прямо сказал, что ФРС США понимает, что инфляция хуже ожиданий. Основной причиной он называет коронавирус, но не штамм омикрон, а штамм дельта. До появления дельты индекс потребительских цен около 5 месяцев подряд падал. Криптовалюта, кстати, в это время тоже падала. Как ни странно, вот такая закономерность. Но сейчас индекс потребительских цен начал расти. По словам Джерома Пауэлла, это происходит из-за новых ограничений в цепочках поставок в экономике. Он говорит, что мы наблюдаем такую инфляцию не сколько из-за печатания денег и монетарной политики, а сколько из-за ограничений в цепочке поставок товаров. Однако, по прогнозам ФРС США в 2022 году, инфляция упадет практически в два раза, до 2,6%. Также они улучшили свой прогноз по безработице, которая, по их мнению, составит 3,5%, а не 3,8%, как они думали раньше. И кроме этого, они увеличили свои ожидания от роста ВВП в 2022 году. В сентябре их прогноз был 3,8%, а сейчас же они увеличили его до 4%. Что это значит? Это значит, что Джерома Пауэлл и ФРС США ожидают, что рынок в 2022 вырастет больше, чем они ожидали. Еще раз, рынок вырастет больше, чем они ожидали. И это несмотря на то, что они 3 раза повысят процентные ставки. Это очень-очень позитивно. Дальше, Джерома Пауэлл обозначил вещи, которые могут повысить инфляцию в 2022. Это зарплаты и это арендные платы. Но на понижение инфляции могут повлиять товары, чья стоимость зависит от ограничений в цепочках поставок, в том случае, если эти ограничения будут сняты. Джерома также спросили, почему ФРС продолжает печатать деньги. Тоже очень важный вопрос. Почему бы не остановить все покупки активов федеральной системы прямо сейчас? Председатель ФРС США ответил, что они хотят методично и постепенно реализовать свои решения, чтобы резкими движениями не уничтожать рынки. Также глава ФРС прокомментировал новый штамм коронавируса, Омикрон. Он сказал, что риски есть, однако, послушай эту цитату, это прямая цитата, вот что он сказал. Люди учатся с этим жить. Вот что он сказал. Другими словами, он практически сказал, да кого-то волнует вообще всем все равно. Конечно, он не так это сказал, но как будто намекнул словами, что мы учимся с этим жить. К тому же, по его словам, на экономику гораздо хуже влияет штамм Дельта. Джером Паул также объяснил, что ФРС считает киберпреступления и хакеров большей угрозой американской экономики, чем Омикрон. Насчет криптовалюты, ФРС США объяснили, что не рассматривают ее как угрозу, но считают рискованной. Также потребители и бизнесы, которые инвестировали в криптовалюту, исходя из исследования ФРС, инвестировали ровно столько, чтобы не объявить банкротство в случае, если криптовалюта соскамится. Что это значит? Это значит, что в ближайший год, в 2022 ФРС США не собирается преследовать криптовалюты. Тоже очень-очень позитивный сигнал. Собственно говоря, это все, что тебе нужно знать из почти часового выступления ФРС США. Можешь теперь не смотреть его и не переводить. Я тебе все объяснил, теперь ты все знаешь. И если это так, то почему бы не поставить лайк под это видео? Чем больше лайков, тем больше людей его увидит и тем больше вырастет мой канал. Понятное дело, рост моего канала всегда мотивирует меня на создание нового контента. На этом все, меня зовут Богатейщий Ди, подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok